Здравствуйте, меня зовут Кашбек Акмарал, я из города Алматы, Казахстан. Я профессиональный художник и хотела бы немного поделиться своим путем становления творческой личностью. С юного возраста я имела тягу к изобразительному искусству, рисовала яркими красками мир, который я вижу вокруг. Позже это увлечение поглотило меня настолько, что все свое свободное время я отдавала свои страсти рисованию. Уже в возрасте 12 лет я точно знала, что меня ждет путь художника. Я решила обучаться этому мастерству у профессиональных художников. Поступила в художественную школу, далее колледж и вуз в котором познавала все стороны изобразительного искусства. Тяга детства к цветам определила посидимый почерк живописи, который формировался годами. В живописи я очень люблю передавать атмосферу через тона и света и хочу показать это своему зрителю. Также я художник, который очень любит изучать историю. Лауреант множества международных конкурсов и арт выставок. В каждом работе, выставленной на выставке или конкурсах, я выкладываю частичку себя и своего взгляда на этот мир. В очередной раз, читая исторические статьи, я узнала о народе 2 и они меня очень заинтересовали. Углюбляясь в познаниях, я узнала настолько, что у наших народов общие предки, схожие языки, традиции. Это еще больше заставляло меня узнать об этом народе. В летописях описывалась красота и сила туинских женщин, а также они отличились с пыльчим характером и чувством собственного достоинства. Это очень вдохновило меня на создание данной картины. В ней я хотела показать красоту, величие женской природы воплощение туинских женщин. На картине они изображены в народных праздничных нарядах, которые отображают всю прелесть национального колорита. На заднем плане изображена юрта, поскольку повседневной жизни средица очагом надлежала женщине. Огонь имел представление туинцев женскую природу и назывался от и не. Реальное воплощение женщины-хранительницы домашнего очага. Так, соединившись две мои страсти с живопись и историю, родилась эта картина, вдохновляющая меня своей женственностью, величией и красотой.